Стальновка стального вкладыша Балт-фло модель F20PS6043PN со встроенной конверсированной системой для тяжелосыпучих трубок. Балт-фло вкладыш подставляется с двумя вытягивающимися ремнями, двумя поясами подтяжки для стальных труб и двумя ремешками для крепления ремней для нижней стальной трубы. Разверните и разложите болт-фло вкладыш на полу контейнера. Пол должен быть чистым от мусора и острости вместо. После полной раскладки на полу вытяните панель пола, чтобы открыть встроенную туннельную петлю. Ставьте стальную трубу, как показано на видео. Убедитесь, что туннельная петля хорошо растянулась на стальную трубу. Начните разреживать вкладыш. Растягивайте эластичные тросы с крючок карабином на вертикальном шве вкладыша и зацепите карабин за наиболее высокую встроенную стальную перекладину на углу поста контейнера. Затем возьмите другой эластичный карабин и зацепите за один из самых высоких колец, показанных на видео. Процедуру повторяю в другом углу контейнера. Вступите к процедуре подвешивания и подтягивающих ремней и повесьте их на самой высокой стальной перекладине. Если сварной перекладины нет, используйте контейнерное кольцо на этом верхнем углу. Когда подтягивающие ремни висят, возьмите стальную трубу и ставьте ее верхнему туннельной эпидуле севой части, как показано на видео. Подвесьте эту стальную трубу, вставленную в верхнюю часть лицевой панели, в петли подтягивающих ремней, как показано на видео. В данный момент для облегчения установки мы рекомендуем вам надуть лайнер портативного вентилятора, как показано на видео. Перейдем теперь к выравниванию лицевой панели с помощью подтягивающих ремней, как показано на видео. Стальная труба в нижней части должна быть 171 см над уровнем пола. Эта высота является очень важным показателем для правильной установки лайнера вкладыша в лицевую трубу. Убедитесь, что лицевая панель ровно растянута по всей длине стальной трубы. Теперь перейдем к растяжке остальной части лицевой панели, используя упругие глючки карабины для углов и верхний эластичный шнур на верхней части панели, как показано на видео. Теперь приступаем к прикреплению ремней для стальных труб. Убедитесь, что вы используете самую длинную петлю в ремне, чтобы обернуть ее вокруг верхней стальной трубы. Завершите крепление верхней стальной трубы, сделав узел, как на галстике, как показано на видео. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь перейдем к вставке остальной части стальной арматуры, суспендирующей ремни, как показано на видео. Обратите внимание, что один ремень имеет шитые петли, а другой – петли липучки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наконец, для закрепления нижней стальной трубы используйте короткие ремни, как показано на видео. Сейчас вкладыш лайнер установлен и готов для загрузки. Обратите внимание на синие пневматические трубы и дозированные системы для желудочных кучих грузов, которые будут использоваться в процессе операции разгрузки. Это пример вкладыша, который правильно установлен при загрузке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok